Иностранные туристы и не подозревают, что они одни из последних в этом сезоне, кто делает фото на таком фоне. Вскоре пейзаж станет недоступным. Ну, то есть доступным, но кому понравится фото со строительными лесами. Чтобы символы города соответствовали статусу, их иногда нужно приводить в порядок. Последний раз статую реставрировали 16 лет назад, к 300-летию Петербурга. Не только чистка, они действительно подзагрязнились, потому что оживленная площадь и такая антропогенная нагрузка серьезная. Там есть места деструкции камня. Камень все-таки мягкий, в нашем климате живет, но ему уже приличное количество лет. Поэтому есть места, которые нужно подлечить. У каждой статуи свои показания, как анамнез у пациентов. Грибок на пальцах, повреждения конечностей. Им предстоит архитектурно-реставрационный маникюр, педикюр и все виды пилинга. Вот такой в прямом смысле косметический ремонт. Когда-то символы четырех рек Волги, Днепра, Невы и Волховы хотели сделать в бронзе, но это оказалось слишком дорого и тяжело. Остановились на особым виде известняка. Он весьма капризен и для реставрации материал будут добывать по старинке на карьерах в Гатчинском районе. Выбирать камень буквально в ручном режиме придется, потому что на карьере попадаются камни разного качества. И мы представляем себе, какие подойдут, какие нет. Сначала визуальный отбор, потом инструментальный. Первыми в леса одеваются Волга и Днепр, у северной колонны уже завтра облачат и вторую. Реставраторы подчеркивают, время дорого. Все работы должны завершиться до конца августа. Это не только желание реставраторов скоростью и качеством подтвердить свою репутацию. Есть один важный момент. Подобные работы нежелательно проводить в дожди и категорически нельзя в холода. А каким будет сентябрь, сейчас вряд ли кто-то угадает. Поэтому решено работать на скорость, а не пытаться перехитрить петербургскую погоду. Александр Буренин, Александр Скоков, Сергей Клюкин, телеканал Санкт-Петербург.